Девушки отдыхают Я хаживаю сюда один, не именно в это место, а вдоль небольшой речушки. А сейчас вот свернул с нее и попал вот в такое дивное пространство. Дивное. Я недолго буду с вами тут разговаривать, потому как надо быть очень внимательным. Тут на тропе слоновей, помимо их помета и медвежьи, и кое-какие другие настораживающие следы. Вот такой лес, вот такой чудесный лес. Слышите? Там течет внизу ручей. Вот такие деревья. Вот оттуда идут слоны. Оттуда вечерком. Они в любую секунду сейчас могут появиться. Они тише бабочек, тише бабочек появляются. Он может просто положить хобот сейчас на плечо мне, пока я стою разговариваю. Вот так бесшумно они могут подойти. Ну, вряд ли. Вряд ли. Они не такие глупые. Они, конечно, будут предупреждать резким криком перед атакой. Но и атака, она. Далеко не каждый случай будет происходить. Все зависит от вас в этой ситуации. Если есть пространство для маневра, то, конечно, нетрудно разойтись. Нетрудно тем, кто чувствует себя здесь дома, кто чувствует себя частью этого мира. Это нетрудно. Но это не дается ни знаниям, ни книжками, ни опытом. Это понятно. Даже опытом это не дается. Тут другое. Вот. Такой лес. Ах, какой он прекрасный. Какой он прекрасный. Как сразу, минут через двадцать после того, как я здесь появляюсь. Как легко дышать. Как светло на душе. Какая свобода во все края внутри. Внутренняя свобода. Какое чувство родства и дома. Неизъяснимое. Непередаваемое. Это не значит, что нет такого состояния предельного внимания и концентрации. Все это есть. А это Это как спиной позвоночник, который Который вы же не чувствуете каждую секунду, если он у вас в норме. Прекрасно. Прекрасно. Вот он какой. Ну, хорошо же. Пора мне идти. Пора мне идти. Там справа второй, второй слон Я слишком близко не могу говорить Их там трое Один самец с бивнями отошел влево Я его потерял из виду И это довольно опасно Я его потерял из виду 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...